КОНЕЦ 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 Последний отчет счетной палаты, там в районе 2000 насчитал системы информационных, половина из них утверждена законодательством как государственная информационная система, и в том числе задачи, которые прежде всего строятся на организации длительного и постоянного хранения юридической значимой информации и документов. Идет отказ от бумажных документов там, где они раньше считались неприкасаемыми. Начну, скажем, например, с постановлений правительства Российской Федерации. Если вы зайдете на сайт правительства, вы радостно увидите документики, где идет визуализация электронной подписи Мишустина и так далее. И это при том, что в перечне документов, которые по идеологии Росархива должны в проект такого перечня, должны в государственные архивы поступать только на бумажных носителей, постановление и распоряжение правительства, значит, в первом десятке там значится. Возникает вопрос, что будем делать. Прокадровые документы Наталья уже упомянула, а это уже головная боль всех работодателей и пенсионного фонда вместе взятые. Плюс одновременно сейчас идет реализация конкретных проектов в конкретных отраслях и разрабатываются масштабные уникальные решения, составную долю которой является организация хранения электронных документов и электронной информации. Поэтому, если говорить о том, что мы сейчас наблюдаем прямо в текущем моменте, выделю несколько еще важных вопросов. Дело в том, что государственные информационные системы, они не только множатся, они начинают объединяться в сети. Фактически создается новая государственная суперсистема хранения и использования информации документам, которых придается, в общем-то, правоустанавливающий фактор, характер. То есть только на основе них принимаются решения. Наглядный пример – это пенсионный фонд, его информационная система, по которой с определенного периода времени только данные из нее являются подтверждением как пенсионных, так и трудовых прав. И этот вопрос тоже надо приходится учитывать. В то же время абсолютные объемы бумажных документов не снижаются, а доля, подлежащая постоянному и длительному сроку хранения, вот в соотношении из 100%, она постоянно растет. Практически во всех организациях сейчас ведется смешанный документ-оборот. Вот только процент соотношений, он бывает очень разный, от 0,00% до 99%. Причем у нас появились новые совершенно формы работы с документами, например, коллективная работа, совместное использование, единый сет несколькими организациями. А вот эти новые формы порой, в общем-то, не стыкуются с традиционными подходами делопроизводства и архивного дела в отношении всего жизненного цикла документов. И это тоже создает большие проблемы, потому что как только мы начинаем вот это использовать, я еще не затрагиваю типа блокчейна и искусственного интеллекта, которые используются для работы с документами и тут же создают полный дисбаланс в отношении того, как дальше это все прелесть хранить. Так что вопросов достаточно много и вот текущий момент, он очень интересный, потому что он создает очень интересные задачи, которые придется решать всему сообществу, причем не только архивистов и документоведов, тут требуется коллективный разум целых, так сказать, групп специалистов, включая и IT-специалистов, и безопасников, и специалистов в юриспруденции. И список можно продолжать, потому что всех, кто работает с документами, этот вопрос затрагивает и ставит перед ним новые и новые проблемы. При этом, если мы оценивать будем законодательную нормативную базу на текущий момент, то можно сказать так, она носит лоскутный характер, поскольку универсальное регулирование полностью фактически отсутствует, и многие ведомства решают проблемы собственными силами, выпуская ведомственные нормативные акты и используя при этом нередко совершенно разные подходы. Как вы понимаете, этот зоопарк в конечном итоге сольется весь на узкое горлышко государственного архивного хранения, где принцип должен быть пусть безобразным, но единообразным, а единообразия нет. И привести к единообразию архивное хранение тогда тоже будет достаточно сложно. Можно, да, но дорого, сложно и долго. Но у нас в результате появляется немало примеров очень интересных правовых решений в рамках определенных, так сказать, проектов или определенных ведомств. У нас до сих пор не решена ключевая задача обеспечения сохранения правовой, юридической силы электронных документов и информации при длительном хранении. Не решена. И самое печальное, что усилий по решению этой задачи, в общем-то, минимум-минимором производятся. Более того, как показывает практика, вообще все новые революционные решения прежде всего должны быть строиться на определенных высокоуровнях концептуальных документов, в которых ключевые задачи, чего мы хотим достигнуть. Вот у нас эти документы по архивной отрасли не разработаны. А каждое ведомство понимает вот эти концептуальные задачи высокоуровневые по-разному в рамках своих шкурных интересов своей деятельности. А вопрос вообще, как создавать электронные архивы и организовывать архивное хранение электронных документов, вот этих высокоуровневых, к сожалению, документов нет. И пока они не предвидятся, мы почему-то начинаем с миллиметров слева-справа, прежде чем сказать, для чего нам нужно хранить документы и зачем, и кто за это должен отвечать. Поэтому я хочу вам просто показать очень кратко на реальных примерах, как созданные и действуют электронные архивы в текущем моменте. Причем выделить можно две группы таких электронных архивов. Значит, первая группа – это самая массовая, когда электронный архив становится составной частью архива в целом, в том числе и на бумажных носителях, и фактически обеспечивается смешанный документооборот и смешанное архивное хранение. Это и Росреестр, нотариат, ФНС. Это наиболее ключевые, но это не значит, что это вот то исключение, где это существует. Нет. Но причем у каждого из них подходы к организации этой работы выстроены по-разному. И одновременно, поскольку у нас появляется ряд направлений, где используются только электронные документы, то, соответственно, у нас появляются архивы чисто электронных документов, причем в совершенно разных средах. Это и МФЦ – оказание государственных услуг, это электронные медицинские документы вот этого нового поколения, то есть это вот те исследования типа МРТ, которые объединяются со всех медицинских учреждений и хранятся в единой информационной системе, и к нему наложен доступ всех заинтересованных в этих документах сторон, но это не значит, что медицинские документы еще не создаются на бумаге. Здесь у нас разница идет и от регионов, и от медицинских учреждений, и список можно продолжать. Но это даже и ЦИК Российской Федерации. Вот прошло голосование, в Москве полтора миллиона проголосовало электронно. А ЦИК каждый раз по всем выборам издает определенное постановление об организации хранения документов по итогам тех или иных выборов. И вот с электронными документами аналогичная ситуация, просто покажу примеры нормативки. Ну вот давайте начнем с смешанных архивов. Федеральная налоговая служба, лидер использования электронных документов, первыми начали электронную отчетность, и с 2016 года постоянно совершенствует свою нормативную базу. Последний документ, порядок хранения централизованного документа с использованием централизованных компонентов АИС, налог 3, утвержден в феврале 2022 года. Значит, идеология хранения документов у них следующая. Бумажные документы централизованы, хранит их подведомственная организация, отвечает за работу с ними, в том числе за создание копий этих документов в электронном виде, потому что фактически бумага из хранилищ практически не уходит никуда. Для работы налоговикам посылаются сканы. Вплоть до уничтожения документов. Но документы считаются собственником структурного подразделения ФНС. Они дают добро на уничтожение, а уничтожение проводит эта организация. То, что касается электронных баз данных деклараций, которые с 2000 года начали сохраняться, значит, вот всю эту электронную составляющую федеральная налоговая служба не уничтожает бумажные документы, уничтожаются в соответствии с помощью срока хранения. И вот эти электронные документы представляются в суды, и судебная практика показывает, что вот эти сканы принимаются от налоговой в качестве надлежащих доказательств. Хранилища электронные у них фактически централизованы. Теперь, что касается Росреестра. Росреестер тоже прошел очень серьезный этап реализации хранения документов, в том числе в электронном виде, поскольку первоначально работа строилась на создании региональных баз данных, по каждому региону их было две. Потом они были объединены в единый ресурс. И вот после объединения этого ресурса встал вопрос, о том, что нужно продумать, как хранить документацию и переводить бумажную документацию, которой в Росреестре очень много, в электронный вид. В отличие от ФНС, это документы длительного и постоянного срока хранения, и они в оперативном хранении хранятся до момента существования объекта недвижимости. То есть пока здание стоит, документы в оперативном режиме не считаются архивными. Поэтому они разработали в 2014 году стратегию вот такого архивного хранения, которая строилась на концепции, что в каждом из округов будет построен единый центр хранения для всех регионов этого округа, и туда будут отправлены бумажные документы, и там же будет сканирование производиться, а Росреестр будет работать с электронными документами. К сожалению, это был 2014 год, вы сами понимаете, поэтому миллиарды, которые должны были пойти на межрегиональные архивные центры, урезались для финансирования строительства только одного. Оно было завершено, ну понятно, с опозданием планировалось, в 2019 завершили в конце 2021 года, и тут выяснилось, что этот центр Росрегистру не нужен, потому что они изменили концепцию хранения этих документов. Главное, так сказать, изменение было утверждено в 2021 году в августе, и идея пошла от того, что они будут хранить только информацию в электронном виде. Сканировать и хранить в электронном, а бумажные отдавать гражданам и организациям, когда они подают и, соответственно, потом забирают эти документы. Значит, фактически сама стратегия 2021 года — это миграция сведений в электронные документы в момент приема этих документов в Росреестр, отдельная информационная система архив, где эти документы будут храниться, но она интегрирована с основной информационной системой, где проводится непосредственная работа и фиксация прав собственности на недвижимое имущество. В результате здание под Казанью построенное было передано Казанскому национальному архиву татарскому, куда он туда и переехал в конце 2021-го, начале 2022-го года. Теперь, что касается нотариата. Значит, архивы нотариата бумажные традиционно хранили сами нотариусы, у которых не было помещений нормальных, а документы тоже длительного хранения и весьма ценные, ну, начиная с брачных договоров, так сказать, завещаний и так далее. А сейчас у нотариусов еще больше вещей, за которые он отвечает, юридически значимых. И поэтому встал вопрос, как организовать хранение. Значит, концепция хранения была реализована в изменении закона о основах нотариата и закон об архивном деле были внесены изменения в июле 2022-го года. Значит, концепция хранения другая. Значит, бумажные архивы, создается специальный единый архив на уровне региональных нотариальных палат, и они несут за это ответственность. Из вносов нотариуса этот архив финансируется. А вот электронный архив не разбредается по регионам, он является централизованным и ведется в той единой системе информационного нотариата, ЕНОТИ, которым сейчас фиксируются все нотариальные действия. Только теперь там будут размещаться, он будет местом хранения как документов отсканированных копий, так сказать, бумажных подлинников, которые уйдут в регионы на хранение, так и тех изначально электронных документов, которые нотариусы сейчас или в будущем будут составлять в электронном виде, подписанной своей усиленной квалифицированной подписью. То есть, как вы видите, вот три примера, и у каждого есть свое отличие с организацией хранения в смешанном документообороте и бумажных и электронных документов. Но если нотариаты не планируются, передавать на государственное хранение, то вот для Росреестра и для других органов государственной власти вот вопрос, связанный с тем, с системой хранения напрямую завязан на то, смогут ли они передать эти документы в государственные архивы, так сказать, без каких-то дополнительных усилий. Сразу скажу, нет, не смогут. Для этого придется определенные усилия по объединению и так далее все это проводить. Теперь, пожалуйста, примеры чисто электронных архивов. И первый из них это то, что связано с ЦИКом. Это вот просто пример одного из документов, и он связан как раз с хранением и уничтожением документов, связанных с проведением дистанционного электронного голосования и голосования на цифровых избирательных участках. Вот сейчас объемы этого голосования постоянно растут. Там перечень документов как временного, так и постоянного хранения, и он разделяется по уровням избирательных комиссий. И предусматривает, что комиссия определенный период времени должна эти электронные документы хранить самостоятельно. Вот тоже у меня возникает очень большие сомнения, что наши комиссии обладают должным, надлежащим, так сказать, квалификацией специалистов, которые это смогут сделать. Второй пример связан с многофункциональными центрами, которые фактически стали такой точкой перехода из бумаги в электронный вид. Они преобразуют эти документы в электронный вид, и фактически у них на руках остается электронное досье с документами, подписанными электронными подписями на уровне оказания каждой конкретной государственной услуги. Сроки хранения документов по услугам разные. И вот в данном случае Ленинградская область, они постановление правительства издали аж в 2020 году, потому что вот эту всю головную боль по хранению этих документов они передали тому, кто, в общем-то, и должен за них отвечать, а именно государственному архиву Ленинградской области. У них несколько уровней хранения, оперативное хранение, хранение в промежуточном архиве, и после этого все процедуры, связанные с классикой жанра архивного дела, начиная с экспертизы ценностей отбора документов на хранение. Так, у меня такое ощущение, что у нас просто тайминг. Нет, давайте паузу. Знаете, коллеги, я вот хочу, займем паузу. Дело в том, что проблема архивов и проблема хранения электронных документов, вот сколько существует, Наталья говорила о том, что сколько с 2014 года, да намного раньше. С 2017 года мы обсуждаем законопроектов создания и поддержания электронных архивов. Необходимо делать то, что сегодня в ее силах, стараясь быть не хуже других аналогичных организаций, но не слишком вырываясь вперед. Это первое. Второе. Неурегулированность вопроса по организации хранения электронных документов становится реальным тормозом на пути внедрения информационных технологий в госуправление и деловой деятельности. Вот если говорить про задачи архивистов, то задачи архивистов нашего поколения, они должны обеспечить передачу электронных документов через 20-30 лет в хорошем состоянии тем, кто придет им на смену. Вот озабачиваться, а как хранить 100 лет или 100 тысяч лет, например, в ядерной отрасли, это уже не наша проблема. И, конечно, основная проблема – это кадры и финансовое ресурсное обеспечение, которые в этом направлении явно недостаточно. Ну и более подробно о всем, о чем сегодня я касалась, можно посмотреть у меня на блоге. На этом мой доклад закончен, но я готова ответить на вопросы, если они есть. Коллеги? У меня вообще есть вопрос. Вот я только увидела, а презентацию-то показывали? Показывали, показывали, все хорошо. Показывали, показывали. Все, отлично. Я смотрю, опять я там гляжусь. А может не надо ставить такую цель, как сохранение юридического значения. Архивы хранить, да, она должна быть сохранна, она должна быть доступна, оно должно там неизменность и так далее. Но вопрос юридического значения вообще не сам документ этот определяет, а то, что существует вокруг. То есть будет нормативный акт, который изменит, скажем, действие этого документа или признает его, ну мы не будем приводить примеры, вот, или признает его недействительным. Юридическое значение изменится. Но сам по себе архивный документ должен остаться неизменным. Может быть не ставить перед собой такие невыполнимые юридические задачи, а просто их изменить? Вот я присоединяюсь. Мы пытаемся в результате каким-то образом проецировать электронные архивы на бумажные документы. А может не надо? Нет, я противник этого проецирования, потому что вот это вот то, что сделали с машиной, читаемой доверенностью. Взяли опыт работы с бумажными и попытались ее переложить на электронный вид. Получился ужас. Как я согласна. Ужас, ужас, ужас. И я с вожделением жду, когда мы все туда вляпаемся, начиная с правительства. Это жестко, жестко, конечно. Нет, это полезно. Потому что как только вляпаемся, сразу начнем думать головой. Назад-назад будем. Не другим местом. Не факт. Да, будем решать. Значит, теперь насчет юридической значимости архивов и так далее. Значит, вот что показывает анализ правопримедительной практики? Поймите, у нас юридическую значимость документа будет, мы не будем оценивать и не документ будет устанавливать. В самом худшем случае это будет устанавливать суд и правоохранительные органы. Это надлежащее доказательство или нет? Я вот уже говорила о примере, когда одна дамочка повторно получила налоговый вычет по жилью за покупку второй квартиры. И когда налоговая обратилась в суд с требованием вернуть вторую выплату, она представила в суд распечатанную копию от сканированной декларации, но совершенно незаверенную, потому что это внутренний документ фактически налогового органа. А документ подлинный они через пять лет соответствующим образом уничтожили. Ну вы понимаете, у них сроки охранения же тоже есть. Так вот, суды, когда все это рассматривали, они вот эту скан-копию признали надлежащим доказательством. Потому что это было создано в процессе, но они там аргументировали, почему они это все задали. Вот кейс у меня на блоге есть, можно почитать. То есть это вот вещь такая сама в себе. Почему? Поэтому я тоже с определенной долей опасения слежу за развитием истории нашего законопроекта, потому что вот мы все, и Нина Ивановна, и Наталья принимали участие на начальной стадии его разработки. Вот. А вот те идеи по созданию дубликатов, вот. Вот боюсь, как бы это все, вот то, что там сейчас пытаются написать, не привело к тому, что привело это. Сейчас мы будем расклёвывать с МЧД. Да, Наталья, спасибо. Давайте мы послушаем следующий докладчик. Он нам что-нибудь скажет. Приятно было видеть. Про дубликаты и про тот наш чудесный законопроект, которому пять лет. Так, у нас цифровая экономика. Алексей Соколов, пожалуйста. Соболев, извините. Не придётся ли нам паузу? Слышно, слышно. Коллеги, слышно, да? Всё. Да, всё, у нас докладчик, а потом вы задите вопрос. Да, коллеги, рады всех приветствовать. Как Наталья правильно говорила, закон у нас уже обсуждался в этом, даже в этом году уже не раз ни на одной площадке. Поэтому рассказывать о том, что сейчас внутри той редакции, которая есть, уже бессмысленно. Вот можно сказать только о том целевом состоянии, которое мы хотели достичь, когда этот закон изначально разрабатывался. То есть это возможность именно долгосрочного хранения без утрат юридической значимости. Конечно, экономическая часть сокращения затрат бизнеса на такое, на хранение и сделать полный жизненный цикл электронного документа в электронной форме. Он изначально-то задумывался как базу, как правильно говорил предыдущий оратор, чтобы заложить основу для всех дальнейших процессов. И вот на примере федерального проекта можно видеть, как менялось отношение к органам власти, к самой инициативе. То есть когда в 2017 году задумывался и разрабатывался контур самого мероприятия, было очень много ожидаемых результатов, которые бизнес туда вкладывал, которые были поддержаны органами власти. Даже здесь не все перечислили, гораздо было больше, они были подробные. Соответственно, на основании этих всех пожеланий был разработан законопроект, который для ускорения тогда еще в марте 2019 года через депутатов был внесен в Государственную Думу. На этот законопроект был получен отрицательный отзыв правительства, по которому там критиковалось практически все концептуальные части, все процедуры конвертации, хранения, все остальное. И плюс так совпало, что в 2019 году как раз сильно менялся, начал меняться федеральный проект. И как вы видите в итоге, у нас от ожидаемых результатов осталось только два. Все остальное было, которые были поддержаны фаивами. Все остальное у нас как бы было вычеркнуто с федерального проекта. Ну, где-то, мне кажется, от чего-то и сам бизнес оказался. Вот как у нас метаданные документы были, долгие споры по ним были. И, соответственно, если брать чисто формально, то редакция, которая сейчас законопонесена в правительственном законопроекте, она этим результатом удовлетворяет тема, за которой характеристики результатов, которые написаны в федеральном проекте. Понятно, что у нас все дело в деталях, и те, насколько, так сказать, принятый закон потом позволят обеспечить его качественную реализацию. И вот здесь там были основные недостатки, которые нам поступали на нашу площадку, они и в прессе о них часто говорили. Это то, что это обязательно использование УКЭП при всех практических процедур, конвертации, создание электронных дубликатов. Конвертация, что только при участии второй страны нужно согласие, если документ подписывался двумя сторонами, что очень сложно в хозяйственной деятельности у многих компаний. Установление вообще избыточных требований к хранению всех электронных документов, потому что сейчас есть у многих опасения, что это те требования, которые к хранению предъявляются, они могут даже нарушить те процессы в компаниях, которые уже налажены по хранению электронных документов, потому что это все распространится и на ту практику, которая уже есть. Ну и, естественно, там это был большой очень разговор по кредитной организации, которые оказались у нас самыми тогда обделенными, потому что они не могли не передать доверенному хранителю документы свои, которые может конвертировать без согласия второй стороны, и, соответственно, делать ту практику, которую при участии второй стороны, я практически говорил, что конверсия составит не больше 20% документов, то есть абсолютно не решала те задачи, которые ставились перед законопроектом. Соответственно, становится важным, как же будут дорабатываться законопроекты в рамках поправок. Здесь, конечно, коллеги из Минэкономразвития вообще проделывают до сих пор большую, огромную работу, причем в взаимодействии с другими органами власти, особенно с ФСБ и Центральным банком, по имеющей такой информации, можно сказать, разделил на 4 такие направления, где сейчас наибольшее количество будет изменений в рамках поправок. Вообще у нас сам законопроект, если основная часть меня здесь раньше, сейчас у нас приняты в первом редакции, это законопроект, это внесение поправок в закон об информации, то сейчас в рамках тех поправок, которые планируют разрабатывать Минэкономразвития, это будет уже отдельный законопроект, который именно, отдельный закон, который будет регулировать эту сферу конвертации и хранения электронных документов. Соответственно, вторая часть это вот то, что законопроект, если брать вот первую конвертацию и создание электронных дубликатов, законопроект упрощает жизнь для физических лиц. Вот на это нацелились коллеги, то есть у нас физическим лицам будет предоставлена возможность использовать УНЭП, которая формируется на ВИСИ для подписания документов, которые будут проходить конвертацию или создавание дубликатов. Соответственно, можем предположить, что соответствующие сервисы появятся на портале госуслуг для того, чтобы в том числе развивать дальше наше электронное правительство. Здесь же, можно сказать, рядом с этим идет и тот обсуждаемый момент, про который говорили по результатам МРГ у Чернышенко, что идея о продлении сертификатов, срока действия сертификатов. Вот по той информации, что есть, это тоже как бы в помощь хранение физическим лицам, которые хотят хранить документы у себя, чтобы они не подписывали, переподписывали документы каждый год, а им упростить эту жизнь. Причем это сейчас только на, как сказать, на только идея, которая есть. Ее коллеги, когда уточнял у коллег из Минэкономразвития, они говорят, что мы сейчас только прорабатываем в связи с другими ведомствами возможность. То есть это не то, что это принятое решение, это вот посмотреть, можно ли это сделать или нет, чтобы упростить для физических лиц, так сказать, работу с электронными документами и хранением. В части кредитных организаций у нас были большие споры между Федеральной службой безопасности и Центральным банком, и все, все споры шли вокруг безопасности. То есть либо нарушение банковской тайны, либо возможность, что банки, если будут самостоятельно конвертировать документы любые все полностью, будет, так сказать, интерес что-нибудь поменять. Соответственно, там были идеи даже создания при Банке России специального такого хранителя большого, который будет хранить полностью банковские документы. Вот насколько мне известно, информации от этого отказались, и действительно кредитным организациям будет предоставлена возможность создавать самостоятельно, без участия второй стороны, проводить конвертацию, создавать дубликаты и хранить документы, но за исключением определенных категорий, которые вот сейчас, наверное, определяются Центральным банком и ФСБ совместно, еще это все в поправках только выписывается, то есть там еще конкретного именно текста нет, как это все будет осуществляться. Но вот именно направление такое вот есть, загоренность между органами власти. Ну вот в том числе такое, как ты добавил в части исходного документа, что добавили такую приписку, по тексту будет добавлено, что судебным решением может быть установлен приоритет дубликата перед исходным документом. То есть это в первой редакции такого не было, там было однозначно, что исходный документ имеет приоритет. Здесь вот добавили коллеги в приписку. В части хранения вот будет сокращение, планируется сократить требования к этой процедуре, исключить необходимость подтверждения действительности электронной подписи усиленной, которой был подписан документ перед передачей на хранение. Это на что обращали внимание, в том числе бизнес, что у нас не все документы в процессе работы подписываются УК, появляются другие виды подписи, это не всегда даже реализуемо. Вот здесь коллеги как бы услышали от органов власти, вот эту часть как бы исключают из тех требований, которые будут предъявляться. И но появляются там дополнительные условия для уничтожения, чтобы поистить, там есть будут категории документов, которые соответственно будут проводиться экспертизы к ценности, то есть не все документы можно сразу по истечении одного года будет уничтожить. Как вот перечень будет определена законодательством об архивном деле, они должны будут проходить экспертизу ценностей, нужны они, не нужны, передавать их в архивный фонд или можно будет уничтожить. Это тоже как бы, ну, усложнить некоторую работу. В части вот именно лицензируемой деятельности здесь можно сказать, что здесь два направления. С одной стороны есть такая защита профессиональных хранителей в том, что теперь аннулирование лицензии будет, планируется осуществлять только по решению суда. Если раньше это делал уполномоченный орган своим решением, то здесь теперь только на основании решения суда по обращению лицензирующего органа. Но также внесли ограничения в отношении деятельности доверенных таких хранителей. В части того, что он будет ограничен в взаимоотношении с аффилированными лицами, как я понимаю, это сделано для того, чтобы у нас крупные компании не насоздавали там своих таких доверенных хранителей и делали все, так сказать, без участия второй стороны, передавая им полностью все документы. То есть здесь они будут ограничены общими требованиями, как и в отношении собственных документов. То есть сам доверенный хранитель, если он хочет конвертировать или создать дубликаты своих собственных документов, у него тоже также появляются два варианта, он либо должен привлекать, если это там подписано двумя сторонами, либо привлекаешь вторую сторону совсем, либо передаешь другому доверенному хранителю, с которым у тебя будет заключен договор, чтобы он мог конвертировать без ее участия. И что такое, во многом, наверное, уже об этом все знают, потому что не первый раз не первый обсуждается законопроект, но в рамках этих поправок как раз будет по инициативе ФНС добавится изменение в 149 закон о том, что будет как раз обязанность органов принимать у граждан организации вот эту всю информацию для осуществления своих полномочий в электронной форме. Будет там так приписка, которая была в статье 11.1, что они могли бы сами там определять иное в отношении своей деятельности, вот эту приписку уберут, пофактически сделать для них это обязательным. И в отношении будет регламентация все-таки порядка обмена информацией, будет закрепляться статус оператора ЭДО, права обязанности, его процедура аккредитации, требования к ним, процедура прохождения, порядок, который будет определяться правительством. Я думаю, все об этом, по этому спору уже нет, но вот коллеги по инициативе ГРАС ФНС, в рамках этих поправок эти изменения в 149 закон попадут. Вот хотелось бы вернуться к предыдущему слайду, почему здесь отмечен 22-й год. Как уже говорил, что закон этот базовый и он вообще в принципе необходим нам для того, чтобы другие процессы продолжали, как говорится, могли развиваться. Вот как Наталья уже говорила, упоминала про кадровый документ оборот, когда принят был закон, на последнем этапе из него убрали увольнения в электронной форме, оно осталось на бумаге. Вот, как сказать, обсуждая все это с Минтрудом и ГПУ, попыткой обратно включить этот проект и завершить, чтобы был полный цикл деятельности в электронной форме, нам с ГПУ позиция, что нет правовой базы для долговременного хранения, соответственно, нельзя гарантировать права работников, и поэтому давайте мы сейчас все это оставим в бумажной форме. Вот, как один из примеров того, как вот отсутствие вот такого базового закона препятствует развитию электронного документа, оборотов в других сферах деятельности. Что хочется сказать, у нас вот по договоренности, соответственно, вот эти поправки, по договоренности будут переданы к нам на площадку для обсуждения с бизнесом, чтобы бизнес мог оценить ту работу, которую коллеги проделали, понятное дело, ну, внести какие-то свои предложения, понятное дело, что вопросы такие безопасности, как, допустим, добавить помимо УКЭП какие-то еще виды электронной подписи для бизнеса, чтобы использовать при конвертации, там, создании дубликатов, будет проблематично, но я думаю, что какие-то огрехи можно, ну, не огрехи, может быть, те недочеты, которые остались, да, можно убрать. Ну, меня к пяти как раз. Олег, а что там происходит? Я думаю, Наталья, просто микрофон не выключен. Я прошу. Потому что вот то же самое, как было с такой, с доверенными хранителями, когда при ликвидации их деятельности они должны были передать свои документы другому хранителю, непонятно в каких условиях, вот в поправках тоже исправляется. Вот такие моменты, я думаю, бизнес поможет коллегам поправить. Мы надеемся, с учетом того, что у нас сейчас еще середина сентября и, возможно, мы даже к концу сентября сможем там на площадке ОНО обсудить эти поправки, что до конца года все-таки закон будет принят. Мы все очень на это надеемся. Спасибо, Дмитрий. Спасибо за внимание. А хотите, я вам спрогнозирую, что у нас будет в конце сентября. Нам придет текст и скажут, ребята, мы пять лет ждали, давайте быстро утвердим. Вот это мой прогноз. Это мой прогноз, потому что мы когда у истоков стояли, у нас были совершенно конкретные бизнес-сценарии, которые мы хотим закрыть этим законопроектом. В процессе пятилетней работы они, извините, что такое швабра, отредактированная елка. Мы получили швабру. С этой шваброй можно как-то работать. Сейчас, когда она ушла в Минэк и до бизнеса вот та телодвижение, которое происходит, вообще не доносится. Что-то там такое в Минэке делается, все нам причиняют добро. Потом нам это добро спустят и скажут, ребята, порадуйтесь. И вариантов скорее всего не будет, вот как Дмитрий уже правильно сказал. Ну какие-то грехи, но основные темы безопасности. Посмотрим, что станет с бизнес-сценариями. Пожалуйста, да, вы хотели задать вопрос. Здравствуйте. Сергей Ковтунов, компания Криптопром. Я хотел еще сказать по поводу предыдущего доклада Натальи. Ну, в принципе, здесь все перекликается. Почему-то, почему-то, для меня на самом деле это непонятно. Все обсуждают сохранение юридической значимости электронного документа, подписанного электронной подписью. Вот с моей точки зрения, эта проблема не существует. В принципе, ее не существует. Можно обсуждать проблему, чтобы через 20 лет регулятор не запретил нам проверять документы, подписанные старым ГАСТом. Это нужно обсуждать. Это важно. Нужно обсуждать, как мы 20 лет это в электронном виде хранить будем. И какие операционные системы это будут поддерживать. Вот это мы обсуждали на зарето. И это самое главное. А вот проблемы, знаете, КДСА решает проблему подписания и хранения документов хоть на 100 лет вперед. И это самое смешное. Вот чудесный законопроект, о котором нам сейчас рассказывали. Там есть подпись архивариуса. Знаете, что там сказано? Когда нужно переподписывать документы подписью архивариуса. Каждый раз, когда у него закончивается сертификат. И мне хочется спросить. Ну, коллеги, вы уберите, пожалуйста, это. Используйте формулировки 63 ФЗ. Когда СКЗИ, сертифицированная регулятором, говорит о том, что подпись становится некорректной, перед этим надо подписать. А не когда сертификат заканчивается. Потому что, например, КДСА, сертификат пользователя заканчивается. Но все доказательства подлинности, действительности этого сертификата можно хранить еще 100-500 миллионов лет. До тех пор, пока у вас хоть какой-то компьютер, это СКЗИ поддерживает. И вот к чему придет этот чудесный закон? Вот в тех формулировках, которых он есть. Предположим, у организации 10 миллионов документов. Это немного на самом деле. Значит, первый год мы подписали 10 миллионов документов. Следующий год нам пришло 10, а еще 10 мы переподписали. А теперь давайте вспомним разумную математику. Сколько через 10 лет подписью архивариуса нам придется переподписывать документы? А через 20 лет? Ну вот зачем закладывать это исходно? Ну вот реально, используйте формулировки, не влезайте в этом законе в технику, не диктуйте, когда нужно. Я даже не уверена, что сейчас в этом законе есть то, о чем вы говорите. Поверьте мне, я в последней правке читал, это там было. Вот это прям, причем это было с самого начала. Я надеялся, что кто-то это уберет. Но нет, это остается. Более того, если вы же правильно подписали, переподписали, подписали и 100 лет храним, и когда мы обратимся к этому документу через 100 лет абсолютно правильно переподписываем, абсолютно легко, он может не иметь абсолютно никакой юридической статьи. Ну вот мне кажется… Мне просто кажется, что в этом законопроекте нужно максимально отойти от техники и использовать формулировки, которые уже есть в законах. Вот закон не должен быть про технику, про реализацию, про то, как это сделать. Он должен быть, он какие-то кривые условия, как техтребования, как ТТ, вот я не знаю, ТЗ. Совершенно согласны с вами. Расскажите только, как это теперь сделать. Смотрите, формат КДСА, я раскрою секрет. Если вы в гугле, например, наберете следующие три слова, ГОСТ, медицина, КДС, вы обнаружите, что когда-то добрые люди какие-то из Санкт-Петербурга перевели ГОСТ-ИСО, один из ИСО, касающийся стандартов КДС, точнее серию стандартов, и использовали ее, превратили это в ГОСТ-РСО для подписания медицинских документов. И там есть, например, описание формата КДСА версии В3. На русском языке. Это даже не буржуйские уже документы, это уже наша рекомендация. Ничего. Понимаете, все почему-то ждут какого-то руководящего документа от ФСБ, наверное. Я не знаю, от кого. Правительство, в России, Мишустин лично подпишет. Используйте КДСА. Да никогда этого не будет. Ну, господи, ну это же понятно. Регулятор говорит, есть СКЗИ, и СКЗИ умеет работать с этим форматом. Нормальная проверка произошла, все, этого достаточно. Ну, вот зачем это? Зачем? Зачем вот мы начинаем? Извините, очень, конечно, такое эмоциональное выступление. Причем, видимо, все согласны. А у нас тайминг. И у нас еще один доклад. Причем, на мой взгляд, он прямо интересный. Можете прочитать, Нина Ивановна? Название? Да, Наталья, можно я буквально вкратце прокомментирую выступление коллеги? То, что техническая часть действительно настаивала ФСБ, это были долгие споры. И еще продолжается диалог о том, чтобы сделать все-таки хранение по принципу, как у нотариуса, что вы отдали документ, он проверил действительность подписи при начале хранения, а потом, когда он выдает, просто вы его забираете обратно, он вам подтверждает, что у него не менялся. То есть такой вариант тоже обсуждается внутри, но пока, к сожалению, в тексте он еще не появился. Какой-то выписки нет. Мегафон не работает. Давайте все-таки, да, последний доклад. Спасибо, Андрей. Архивное хранение документов с электронной подписью или почему пользователям нас офлайн-докладчик. Ура! Не нужны пятилетние сертификаты Анны Ивановны Жильцова. Александра Ивановна, что я сегодня ошибаюсь-то все время. Последний, видимо, круглый стол. Ведущий инженер ООО «Газинформансервис». Спасибо. Добрый день, коллеги. Так, ну все хорошо вроде бы. Итак, организация долговременного архивного хранения является очень важным этапом жизненного цикла электронного документа. Как мы знаем, электронные документы по срокам хранения очень варьируются. То есть срок хранения документов может достигать от 5 до 75 лет или там, например, 100 тысяч лет, да, если речь идет об атомной отрасли или вообще бессрочно. Да. И на протяжении всего этого огромного срока необходимо обеспечивать юридическую значимость этих документов. Да, мы снова о юридической значимости. Мы все-таки немножко о своем поговорим. Итак, давайте разберемся о том, как обеспечить все-таки эту юридическую значимость без утяжеления существующего законодательства. В данный момент, как мы уже здесь неоднократно слышали, да, в рамках этой сессии рассматривается законодательная инициатива об увеличении сроков ключа электронной подписи и сертификата электронной подписи. Однако инициаторы данного законопроекта не учитывают существующие практики по созданию долговременного архивного хранения электронных документов, а также общение с участниками рабочей группы показало, что существует некоторое недопонимание, возможно, самой технологии долговременного архивного хранения, а также механизмов пролонгации электронной подписи. Давайте об этом поговорим подробнее. Итак, прежде всего давайте вспомним, что у нас входит в жизненный цикл электронного документа. Итак, в информационной системе этот электронный документ создается, подписывается, а также осуществляется его операционное хранение, активная эксплуатация. После чего документ переводится у нас в электронный архив на хранение, которое регламентировано законодательством в отношении документов такого вида и затем успешно уничтожается. На каждом этапе этого жизненного цикла нам необходимо обеспечить юридическую значимость этого документа. Как известно из федерального закона срок действия сертификата, включая электронные подписи составляет 15 месяцев, а срок хранения документов, как мы говорили, уже очень разный. И каким же образом решить задачу? Ведь на протяжении всего этого срока, там вплоть до 75 лет необходимо обеспечить возможность проверки ключа электронной подписи, которым подписан этот электронный документ. Я сейчас поблагодарю предыдущих докладчиков, которые уже освещали тему проекта, законопроекта об электронном архиве. И вот в рамках этого законопроекта как раз идет речь о том, что возможно для реализации этой цели увеличение срока действия ключа электронной подписи и сертификата ключа электронной подписи. Но перед тем, как перейти к рассмотрению, более подробному изучению этого вопроса, давайте рассмотрим форматы архивных электронных подписей, которые возможно применить для реализации долгосрочного архивного хранения документов. Итак, на слайде мы видим несколько вариантов электронных подписей, в том числе КДСА, архивная подпись, которая реализована на… не знаю, я попробую, может, его поднять. Давайте попробую. Так, как мы видим, да, электронная архивная подпись КДСА, которая реализована на базе КДС X-LongType1 и X-LongType2, сформирована она путем добавления к этой электронной подписи меток архивного… архивных меток времени, да, так называемых archive timestamp. Этот формат как раз таки обеспечивает возможность долговременного архивного хранения документа за счет того, что, возможно, обеспечивает возможность проверки этой электронной подписи на протяжении длительного времени. Так, секундочку, у меня тут все падает. Итак, формат КДСА может быть дополнительно заверен использованием дополнительного штампа времени, да, или метки времени, как принято называть в законодательстве. Это позволяет защитить электронный документ от таких уязвимостей, как утрата действия криптографического алгоритма или компрометация ключа, а также при использовании уязвимых алгоритмов хэширования. При этом не стоит забывать, что последовательность штампов времени, которые проставляются на подписи, она имеет легитимность только в том случае, если сертификат ключа электронной подписи службы штампов времени не был скомпрометирован. Таким образом, электронная подпись в формате КДСА позволяет реализовать долговременное архивное хранение документов и позволяет обеспечить именно проверку на длительном промежутке времени, проверку этой электронной подписи. Важно также заметить, что дополнительные данные, которые используются для создания вот этой архивной подписи, они не вносят изменения в саму электронную подпись, что позволяет подтвердить ее подлинность и не нарушается ее математическая корректность. Тогда вернусь к этому микрофону. Стоит отметить, что далеко не все средства могут корректно работать с подписями типа КДСА, в отличие, например, от КДСХЛТ. Дело здесь в том, что механизм реализации этой подписи довольно сложный, а сама реализация этого механизма в различных средствах электронной подписи может быть различной. Также существует возможность устаревания средств и алгоритмов проверки электронной подписи. В этом случае проверить такую электронную подпись будет довольно сложно или даже невозможно. Давайте далее перейдем к различным подходам к реализации долговременного архивного хранения. Итак, в первом варианте будут использоваться как раз архивная электронная подпись на базе КДСА. В этом случае информационная система передает сам электронный документ и подписанная электронная подпись и электронный документ на сервер электронного архива. Сервер ДАХ отправляет электронный документ и электронную подпись в свою базу данных и отмечает срок действия электронной подписи. Далее при приближении сроков истечения электронной подписи сервер ДАХ запрашивает о продлении обновления подписи в базе данных. При этом получается, что архивный штамп КДСА и обновленная электронная подпись записываются в базу данных с фиксацией нового срока уже истечения действия электронной подписи. Данная процедура может многократно повторяться во времени, что позволяет обеспечить длительное архивное хранение и длительную возможность проверки электронной подписи на штампе. К недостаткам данного подхода можно отнести тот факт, что требуется также обеспечивать хранение самого электронного документа. Следующим подходом к обеспечению доверенного архивного хранения является использование ДТС. Итак, здесь алгоритм действий такой. Информационная система передает электронный документ, подписанный электронной подписью, на сервер ДАХ. Сервер ДАХ при получении документа передает его на сервер ДТС. Сервер ДТС проверяет электронную подпись в документе и выдает по результатам проверки квитанцию. Данная квитанция уже помещается в базу данных сервера доверенного архивного хранения и поставляется также отметка о сроке действия такой квитанции. Я напоминаю, что квитанция также подписана, и срок действия подписи равен сроку действия ключа электронной подписи службы времени, которая входит в состав сервера ДТС. Далее, когда подходит срок истечения действия квитанции, соответственно, на данную квитанцию проставляется дополнительный штамп времени в формате КДС, о котором мы говорили раньше, и обновленная квитанция уже сохраняется в базу данных с фиксацией нового срока действия истечения электронной подписи. При этом, как я уже сказала, срок действия квитанции зависит от срока действия ключа электронной подписи службы времени, которая входит в состав ДТС. В настоящее время, согласно действующему законодательству, максимальный срок хранения ключа электронной подписи в случае его хранения в модуле HSM, например, достигает трех лет. При этом сертификат будет действительно на протяжении 15 лет. Процедура продления этого сертификата и подписи на штампе может повторяться также неоднократно, что позволяет обеспечить долговременное архивное хранение электронного документа. В отличие от первого подхода, что еще нужно обязательно сказать, что в отличие от первого подхода, во втором подходе есть возможность обрабатывать не только подписанные CADES-А документы, но и работать с такими форматами, как CADES и CADES в том числе. Например, в случае с нашими любимыми МЧД, это будет актуально, поскольку МЧД представляет из себя электронный документ в формате CADES. Допустим, при организации международного и трансграничного электронного взаимодействия используется формат CADES. При этом вот это многообразие форматов электронной подписи, оно будет более-менее причесано, поскольку в базе данных сервера доверенного архивного хранения будет все-таки представлено не разнообразие форматов электронных подписей, а будут представлены квитанции сервера DTS, которые все в едином формате. То есть какое-то единообразие подход этот обеспечивает. Что касается недостатков данного подхода, первое, о чем стоит сказать, это что следует использовать дополнительное ПО для того, чтобы реализовать проверку. А второе, то что на сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одного аккредитованного ДТС. Мы, конечно, на пути, но пока этого пути, конечной точки этого пути мы не достигли. Согласно разъяснению Минцифры, использование аккредитованного ДТС требуется не только для реализации трансграничного взаимодействия, но и для реализации архивного хранения документов. Так, ну, перейдем далее. О чем еще хочется сказать. Здесь уже говорилось об инициативе увеличения срока действия сертификата, включая электронные подписи. Стало известно об этом из результатов межведомственной рабочей группы по ЭДО. Введение подобной инициативы имеет ряд недостатков, на наш взгляд. В том числе, согласно двум рассмотренным подходам, мы видим, что срок действия ключа электронной подписи зависит напрямую от СКЗИ, который используется. На данный момент не ведется работа по созданию какого-то нового СКЗИ с усовершенствованным механизмом хранения ключа, который позволит обеспечить увеличение срока действия сертификата ключа электронной подписи и самого, соответственно, ключа электронной подписи. Насколько мы знаем, подобный вариант, разработка нового СКЗИ, я имею в виду, потребует дополнительной сертификации у регулятора, что также очень длительное время занимает. А также следует отметить, что инициатива МРГ от 25-го, 08-го, 22-го, она, к сожалению, не подкреплена результатами и конкретными исследованиями в области долговременного архивного хранения электронных документов, чего хотелось бы избежать. Вот, собственно, то, о чем я сказала, к сожалению, не на том слайде. Перейдем, пожалуй, к выводам. Итак, на данный момент у нас, что мы можем сказать по реализации подходов к долговременному архивному хранению документов. Итак, первое. Мы не видим необходимости в продлении срока действия сертификата ключа электронной подписи или самого ключа электронной подписи, поскольку в обоих рассмотренных мною подходах электронный документ, который переходил на хранение, был подписан ключом электронной подписи со сроком действия один год. При этом оба подхода позволяют реализовать долговременное архивное хранение этого документа. То есть пользователю не требуется пятилетний ключ. Второе, что хотелось бы сказать, что в случае применения подхода с использованием ДТС для реализации долговременного архивного хранения возможно продлевать электронные документы, подписанные любым форматом электронной подписи. и при этом делать это в едином формате, в едином подходе. И последнее, что хотелось бы сказать, что очень бы хотелось, чтобы на наши замечания, на наши ремарки обратили внимание в рабочей группе по созданию законодательного проекта и также замечания экспертного сообщества и не вносили изменения в порядок и использования ключа и сертификата ключа электронной подписи. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы. Здравствуйте. Первый вопрос. Вы несколько раз произнесли слова, что то в федеральном законе, то в нормативной базе, то где-то еще присутствуют ограничения в год 3 месяца, 3 года и 15 лет. Ограничения эти следуют напрямую из документации на сертифицированные средства криптозащиты. И, во-первых, максимальное срок действия ключей в них, именно ключей, не 3 года, а 5 лет в случае использования в рамках удостоверяющего центра ХСМ. Во-вторых, все-таки никаких новелл в том, чтобы как это процитировать рекомендации МРГ про увеличение срока действия сертификата. Именно увеличение срока действия сертификата никаких новелл нет. Срок действия сертификата 15 лет, я напоминаю, везде не только суммарные, но 15 лет после завершения срока действия ключа. Поэтому трудности, те, что есть, они связаны с тем, чтобы фактический срок действия издаваемых сертификатов увеличить с приравненного к сроку действия ключа до большего. С учетом нюансов с РЛ, с учетом нюансов с порядком смены и так далее. Я согласен с тем, что подходы, связанные с архивным хранением, с переподписанием те или иные, в том числе озвученные вами, в том числе в чистом виде кадиса, который, честно говоря, давно придуман, давно разработан, давно интегрирован и не требует, в принципе, никаких других нормативных ухищрений. Это хороший подход к тому, чтобы проблему архивного хранения решать. Но, тем не менее, учитывая, что сама эта проблематика увеличения сроков действия сертификата фактических обросла уже каким-то странным количеством слухов, недомолвок, непоняток, и все время возникает эта идея, что кто-то хочет, чтобы было разработано некое инновационное СКЗИ сроком действия ключей 5 лет, хотя изначально речь была не об этом, чтобы немножко аккуратнее высказываться с точки зрения отсылок. Потому что иначе мы путаницу только увеличиваем, а, наверное, на ПКФ-форуме все-таки одно из авторитетных форумов в нашей области это было бы не вполне корректно. Спасибо. Спасибо, Станислав. Еще, коллеги? Да, можно вопрос. Вот вы говорили про два стандарта, но здесь много технических вопросов возникает вокруг этих стандартов. То есть непонятно, вот если формат из начального документа электронного, там, например, в формате CMS подпись, то как его потом передавать в архив? То есть там подпись проверяется, не проверяется? И говорили, что там ЦРЛ или ЦСП квитанции вложить. А если ЦРЛ, у нас, например, в Казахстане 21 мегабайт сейчас весит, каждому документу добавлять, то здесь, наверное, нужно в скопе оценивать возможности этого архива. Потому что если мы к каждому документу будем прикладывать такой большой объем информации, то никакого архива не хватит. А по поводу CMS тоже непонятно. То есть вы сказали два стандарта, а если CMS, что с этим делать, документу? Ну, формат CMS также прекрасно обрабатывается со вторым подходом реализации с помощью DTS. Нет, ну в каком формате храните? Вы же его хотите переподписывать? Формат CMS это бинарный, да? То есть как вы его будете там конвертировать? Вы XML хотите подписывать или как? Там конвертировать будете B64 или что делать? Нет, подождите. Мы же не собираемся переподписывать его. Мы собираемся создавать квитанцию и на эту квитанцию выдавать уже в дальнейшем штампы времени. То есть сам документ и сама подпись, она останется неизменной. Или я не очень понимаю вопрос. Может, мы его с вами потом обсудим? Может быть, я не так понимаю вопрос? Ладно, я потом задам вопрос. Да, давайте мы сейчас с вами пообщаемся. Коллеги, у меня такое ощущение, что у нас тайминг. И... Да. Коллеги, спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сейчас подведение итогов. Коротко, понимаю, что все устали, но я, Нина Ивановна, можно-то вас на первый ряд? Для подведения итогов хотел бы на сцену пригласить заместителя председателя программного комитета Кирюшкина Сергея Анатольевича. Он зачитает короткую резолюцию. Короткую. Да, коротенько, коротенько. Друзья, большое спасибо за то, что традиционно, да, вот у нас форум заканчивается, а дискуссии продолжают разгораться, да, и зал достаточно полный, да, ну, по объективным причинам, кто-то там на вечерние сапсаны может быть. Вот, это говорит о том, что программный комитет поработал хорошо, вот, и вы все, соответственно, тоже, тоже в рамках нашей работы эти три дня поработали хорошо. Давайте, как всегда, несколько цифр, да, для того, чтобы вот в цифрах оценить, насколько хорошо. Хорошо. Значит, ну, во-первых, форум 20-й, это уже само по себе, да, значит, участвовало у нас 320 экспертов, участников, делегатов, да, из трех стран Беларусь, Казахстан, Российская Федерация. В процентном соотношении удостоверяющие центры, 51 участник, это 16% от общего числа. Вендоры, это 146 участников или 46% от общего числа. Представители органов государственной власти, 33 участника или 10% от общего числа. Промышленность, в том числе топливно-энергетические комплексы, другие направления, 24 участника, 8% от общего числа. Кредитно-финансовый сектор, 38 участников, 12% от общего числа. И другие организации, 8% еще. Вот, у нас две международные организации приняли участие в нашей конференции. Это Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития. Вот, поэтому, с учетом вот еще того, что коллеги из Беларуси и Казахстана были, мы в полной мере можем говорить о том, что конференция наша международная. Значит, что дальше? Традиционно в течение, иногда это занимает до пары месяцев, мы всегда стараемся быстрее. Вот, но иногда затягивается. Сейчас, я думаю, время нам диктует необходимость, чтобы это было быстрее, потому что много очень актуальных вопросов. Программный комитет по итогам, с учетом поступивших предложений от делегатов форума, формирует итоговую декларацию. И в зависимости от того, какие проблемные вопросы туда выносятся, направляется итоговая декларация по соответствующим адресатам. Ну, мы уже точно знаем и понимаем, что, конечно, один из адресатов это будет Минцифры, второй адресат это будет ФСБ России. Вот, я думаю, что обязательно Минэкономики наверняка в Евразийскую экономическую комиссию пойдет. Вот, ну и так далее. Список большой. Вот, все, кто... Да, конечно же, ФНС России, Федеральную нотариальную палату. Вот, это дает всем вам возможность сейчас с теми проблемами, болями, которые вот у всех участников рынка на сегодня есть. Это тоже можно констатировать, да. Вот, то, что нам не дает развиваться, то, что с нашей точки зрения вызывает озабоченность. Прямо до последнего доклада об этом были предложения. Все это включить в этот документ. Как правило, этот документ, ну, может быть, не всеми, может быть, не как правило, но мы стараемся делать так, чтобы он рассматривался, принимался к сведению. Мы его по разным каналам распространяем, публикуем обязательно на сайте, в профильных телеграм-каналах. Так или иначе, это порождает определенную волну, вот, это та история, когда количество перерастает в качество, вот, ну, и опять же, ценность этого документа в том, что это консолидированное мнение представителей отрасли, и не только производителей, и не только удостоверяющих центров, да. Вот то, с чего я начал в процентном соотношении большого количества всех тех, кому электронная подпись нужна, не безразлично, кто хочет ее развивать, применять, кто хочет на этом зарабатывать деньги, кто хочет, чтобы это все у нас работало правильно. А это мы с вами. Большое вам за это спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok